Доброе утро, уважаемые телезрители! Рад приветствовать вас в рубрике «Звездный гость» в замечательный праздник. Сегодня Международный день счастья. Об этом мы поговорим с нашим гостем. Но я хочу сказать, что на сцене Театра юного зрителя нашего города опять звучит слово. И художественное слово, когда-то пришедшее к нам с литературных двориков, обретает новое рождение. И мы слушаем Вадима Родомысельского. Скоро мы встретимся вновь с нашим земляком Борисом Львовичем и замечательной Розой Харулиной. Итак, Вадим Родомысельский сегодня в гостях программа «Новое утро», которая показывает в нашем городе моноспектакль «Исповедь в четыре четверти пути». Доброе утро, Вадим! Доброе утро! Возвращается интерес к чему-то более серьезному, чем какие-то пустые, веселые такие, веселящие, как бы душу, но вовсе не душу, а просто так отвлекающие жанры и прочее. От этого уже устали люди, это как пена, которая наконец-то сказала сходить. Я знал об этом, что это так будет, потому что все равно все циклично. Это, знаете, можно сказать как про приливы и отливы. Это просто река времени, которая накатывает, накатывает назад, а основное, вечное, оно остается. Поэтому сейчас, видимо, время отлива. Не могу о Высоцком не спросить, хотя у вас больше, гораздо больше плац, да, нежели только личность Высоцкого. Тем не менее, Высоцкого сейчас уже играют актеры, это не секрет. «Исповедь в четыре четверти пути», да, понятно, что это четыре четверти пути статуи с 10 кантаходиц. И поскольку он состоит, спектакль из моих стихов, мыслей, произведений, все это, если это называется исповедь, а это значит идет от сердца, то, что действительно, ты говоришь, откровенно и честно людям, то, естественно, Высоцкому уделено, как сказать, то, что было действительно в моей жизни, он являлся отправной точкой, допустим, для меня в творчестве. Как и для любого человека, творящего, есть своя корневая система, которая сначала питает, потом появляются первые исходы, главное, это потом превратиться в самостоятельную творческую личность. Ну, а то, что стали снимать и ставить фильмы, я скажу одно, что касается вот меня и вот этой темы, я еще в 96-м году подходил к Юрию Петровичу Любимову с предложением снять фильм о Высоцке, был совсем-совсем давно. Игровой фильм. Да, игровой фильм. Пообщались тогда, но не поняли этого момента, потому что он спросил меня, как можно играть актера, говорю, не актера, а человека, вот об этом мысль. Ну, тогда ничего этого не получилось, но во всем случае, ну, я был молодой человек, я, наверное, не смог бы это сделать, но вот это варилось в голове, это тому, где-то в 2002-м у меня был написан сценарий. А каков, скажем, обмен вот энергетический со зрителями, как принимают этот спектакль и что хотят в первую очередь услышать? Проект этот был мой затеян инициирован в рамках года литературы в 15-м году, вот тогда как раз были поездки, самая большая география, это Хабаровск, Иркутск, Исочи, Курск, ну, очень широкий такой разброс. У меня есть антракт, я специально его делаю, чтобы понять, сколько людей останется после антракта, потому что зачастую приходят, может быть, те, кто не знают, на что идут, может быть, они абсолютно встречаются. Естественно, да. И поэтому, как ты сможешь в первом отделении взять и что-то донести, и мне интересно, что будет на выходе. Но результаты меня устраивают, потому что люди остаются, подходят, снят фильм по реакции залов. Мы сегодня встречаемся в Международный день счастья для творческого человека, для создателя какого-то продукта, как принято говорить. Это состояние, наверное, одно из основополагающих, как и хороший сон. Суть вообще жизни, как мне кажется, человека, пришедшего на Землю, это рост его души. Чтобы душа росла, надо минуты покоя, для того, чтобы человек мог внутрь в себя заглянуть и понять, куда он двигается, что происходит, какая шкала ценностей у него. В счастливой цифре семь секрет Семи Заветов. Счастье – мозаика мгновений, любви, побед, удач и вдохновений. Это счастливым даром небо Всевышний веру посылает нам. Ловите же мгновения, это вам, как хрупок миг и тонок. Вот оно, счастье, смотрит из пеленок. И солнечным лучом скользит по волосам. В гостях программы «Новое утро» сегодня побывал автор, исполнитель, поэт, писатель Вадим Радомысльский. Желаю всем счастья. Сегодня мы произносим это слово особенно часто.